Из-за нерасторопности чиновников 158 семей в Омске не получат обещанной им компенсации в 200 тысяч рублей на погашение ипотеки. Деньги выдавали молодым семьям, бюджетникам, ветеранам по федеральной программе жилища. Федеральный бюджет был готов перечислить средства и в этом году, но в бюджете области не нашлось средств для софинансирования, а без этого войти в программу регион не может. Деньги нашлись в муниципальной казне, но, как говорят в региональном правительстве, городские чиновники опоздали с подачей документов. Ольга Качкурова узнала подробности и встретилась с теми, кто выплат так и не дождался. Чтобы попасть в федеральную программу, семья Жумабековых взяла кредит. Ведь, чтобы получить компенсацию, семья должна выплатить по своему ипотечному долгу как минимум 200 тысяч рублей. Поэтому полученные от банка деньги сразу же вложили в ипотеку. Но обещанной финансовой помощи от государства не дождались. Программу свернули. Так что теперь Жумабековы платят два раза. И по ипотеке, и за кредит. У меня, во-первых, платеж по кредитам увеличился, наш, там, около 8 тысяч и так далее. И вот уже с этой третий год я плачу кредиты и все жду, когда же мне предоставят эту компенсацию, чтобы погасить этот кредит. Так было в 2016-м. Но люди надеялись, в новом году все изменится. Впрочем, в 2017-м году ситуация повторилась. Программу заморозили еще на год. Регион вновь не нашел средств для софинансирования программы. Бюджетной поддержки в этом году не было. Почему я и говорю? Поэтому Минстрой, как представитель субъекта, не заявлялся в эту программу, о чем город был проинформирован своевременно. Но мог самостоятельно заявиться. Со своими средствами город мог в эту программу войти. Но документы были оформлены с опозданием. До 7 ноября прошлого года они принимались в федерации. Но они были направлены туда 9-го. К сожалению. А на сайте администрации Омска сообщается. В бюджете города действительно предусмотрено финансирование в размере 2,5 миллионов рублей. Кроме того, в сообщении сказано, что областное правительство денег на эти цели не нашло. И именно поэтому помощи в погашении ипотеки мечам ждать не стоит. А вот о том, что опоздали с документами, ни слова. Между тем, в очереди на получение субсидий стоит 158 мечей. Которые теперь намерены выйти на акцию протеста. На реализацию программы жилища в 2017 году из федерального бюджета было выделено более 4 миллиардов рублей. Эти деньги между собой разделили 75 регионов. То есть средства на софинансирование нашли почти во всей России. Получается, Омская область. И отношение чиновников здесь к социальным обязательствам, видимо, исключение. Ольга Качкрова, Александр Руяткин и Артак Мородян. Новости здесь, Омск. Новости. 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 Продолжение следует...